Привет, чуваки! Я вас назвал чуваками специально, потому что в этом лайфхаке мы... О, кто-то упал! Мы будем с вами рассуждать о том, нужно ли человеку или не нужно психовать нервы свои, расшатывать, представляете, раздербанивать. Вот, поэтому мы сегодня поговорим с вами на моем примере. Я давно стал этим заниматься, друзья, упражняться, не злиться специально, представляете, даже если я вижу, что человек долбобоб, понимаете, но я ему не говорю об этом, потому что он может обо мне то же самое сказать, понимаете, поэтому лучше тихо, молча, хорошо о нем подумать, мысленно послать его, куда он заслуживает, и все. Потому что, друзья, поймите правильно, медицина говорит, нормальная, умная медицина, традиционная, ну и народная тоже. все болезни у человека от нервов, понимаете, только штук 5 или 6 там от любви, остальные все доеденные от нервов. Поэтому, друзья, я вам рекомендую не нервничать, не психовать. Если вы хотите поругаться с начальником, то поругайтесь, но без злости и без нервов. Просто так. Вот у меня есть друг Андрюха. Он мне, он мой лучший друг. Он меня заменяет 100 врагов, и мы с ним друг друга обзываем со страшной силой. Но у нас с ним чувства приятельские, хорошие отношения, представляете? А обзыванием друг друга мы снимаем якобы свой стресс. Вот. Поэтому, друзья, я вот рекомендую не злитесь. Если человек перестанет злиться, то и всяких плохих случаев на земле станет меньше, стоите. Вот бы этому научить наших политиков, чтобы они не злились, были особенными. Вот Владимир Владимирович Путин мне нравится. Он потихоньку, он не жалится. Он потихоньку делает другим ой-ой-ой. Понимаете? Америкосы, вот к примеру, я к примеру образно мыслю. Байден, ну чё только не говорит. Понимаете, и видно по морде, что он пукает. Представляете? Но такой человек, такой менталитет. Он злится, пукает, но не перестанет это делать. А мы с вами, друзья, мы не будем жлиться. Мы будем спокойными всегда. Даже на одре. В смысле, когда предстанем на экзамен и уйдем к Богу, мы должны, он оценит, кстати, он нас видит. Он видит нас насквозь. Есть народная мудрость, она гласит, Бог не фраер. Он все видит. Представляете? Он видит, кто гадит, кто не гадит, кто злой, кто добрый. Понимаете? Поэтому будьте добры. На Руси Русь чем славилась? Добротой, любовью, порядочностью, честностью. Мы за правду. Даже один режиссер, всеми вами любимый, Бодров, говорил, сила в правде. Представляете? Вот, друзья, я, конечно, немножко отклонился, наверное, правда и доброта, да это одно и то же, в моем понимании. Помыслите образно. Добрая правда или правдивая доброта. Как звучит красиво, друзья. Вот видите, мои друзья из Узбекстон там громко разговаривают. Понимаете, наверху, они наверху живут, приходят, переодеваются и уходят на Арбайден. Понимаете, это у нас гастарбайтеры, из Узбекистона. Представляете, но я по этому поводу могу рассказать вам анекдот. Я люблю узбеков. Понимаете, анекдоты жизни. Я когда служил в срочную службу на Черноморском флоте, я был комендором морской артиллериста. пш-пш-пш-пш, два ствола. Вот. У нас в Советском Союзе раньше были две школы ДОСААФовских, ДОСААФ, Добровольного Общества Содруживства Армии и Флоту. Она готовила специалистов для армии и флота еще на гражданке. Мы туда уже приходили специалистами в какой-то степени. Так вот, такие школы было в Союзе две, в Ташкенте и Омске. У нас, я из Омска, родом. И, короче, друзья, у нас там у меня друзей из Бекова было много, представляете? И вот они рассказывали, перед въездом в Ташкент, Ташкент, был огромный плакат, нарисован русский и узбек. Они вот так вот держатся за руки и написано «Русский и узбек стали братьями навек». И весь плакат в дырках от камней. Представляете? Вот анекдот жизненный. И это было при Советском Союзе. Мы любили друг друга, русские и узбеки. Спасибо за внимание. В общем, будьте добры, не злитесь ни на кого, даже на меня. Поняли? С добротой подписывайтесь на мой канал и мы будем с вами рассуждать о всяких нюансах нашей хорошей, доброй жизни. Пока! Редактор субтитров